Применение формулы Ньютона-Лебница Применение формулы Ньютона-Лебница От функции х квадрат является х в кубе деленное на 3 Смотрим таблицу неопределенных интегралов основных От минус единицы до единицы Дальше в эту первообразную подставляем верхний предел интегрирования 1 в третьей степени разделить на 3 И минус в эту же первообразную подставляем нижний предел интегрирования Минус 1 в третьей степени разделить на 3 Считаем 1 в третьей степени минус 1 И перед дробью стоит знак минус Значит плюс 1 в третье Получили 2 в третьих Это и является ответом Методы вычисления определенных интегралов Ничем не отличаются от методов вычислений неопределенных интегралов С той особенностью, что мы работаем как с подинтегральной функцией Так и с пределами интегрирования Следующий пример Нужно вычислить определенный интеграл от 0 до 4 dx разделить на 1 плюс корень из x Интеграл не является табличным Он относится к группе интегралов от иррациональных выражений Чтобы проинтегрировать такую функцию необходимо сделать подстановку так, чтобы все корни извлеклись нацело В этом примере достаточно заменить подкоренное выражение x На t квадрат Тогда корень квадратный у нас извлечется Найдем dx Дифференциал x Дифференциал любой функции Это производная этой функции Умножить на дифференциал независимой переменной То есть производная t квадрат умножить на dt Производная t квадрат 2t Получили dx равно 2t dt И поменяем пределы интегрирования Для того, чтобы не возвращаться к старым переменным Переменным x При x равное 4 Получаем t квадрат равно 4 Откуда t равно 2 x положительное число Значит t тоже будет положительным числом И нижний предел интегрирования x равно 0 Т квадрат равно 0 Откуда t тоже будет равно 0 Делаем подстановку Интеграл Новые пределы интегрирования 0,2 dx заменяется 2t dt В знаменателе 1 плюс t Корень квадратный из t квадрат равен t Вынесем двойку за знак интеграла Постоянные числа выносятся за знак интеграл Как неопределенные, так и определенные Под интегралом получаем t Разделить на t плюс 1 По dt Получили интеграл От правильной рациональной дроби Для того, чтобы проинтегрировать Правильную рациональную дробь Необходимо выделить целую часть В этой дроби И представить эту дробь В виде суммы целой части И правильной рациональной дроби Для того, чтобы выделить целую часть Делим числитель на знаменатель t на t плюс 1 Берем по единице t плюс 1 умножаем на единицу Получаем t плюс 1 Отнимаем t минус t 0 От нуля отнимаем единицу Минус 1 Получили целая часть 1 Минус 1 Это остаток То есть Под интегральная функция Дробь Представляется в виде суммы Целой части И правильной рациональной дроби Но у нас будет идти разность Так как остаток отрицательный 1 разделить на t плюс 1 По dt Дальше применяем свойства Определенного интеграла Интеграл от суммы разности Равен сумме разности интегралов Получили Получили 2 интеграла От нуля до 2 dt Единицу не пишем Минус 2 интеграла От нуля до 2 dt Разделить на t плюс 1 Два табличных интеграла Интеграл от dt равен t Пределы 0,2 Интеграл dt разделить на t плюс 1 Равен натуральному логарифму t плюс 1 От нуля до 2 Дальше к каждому слагаемому Применяем формулу Ньютона-Лебница Подставляем Верхний предел интегрирования 2 на 2 4 Минус Нижний предел интегрирования 2 умножить на 0 0 И минус Во второе слагаемое Подставляем Верхний предел интегрирования 2 логарифма Натуральных 3 Минус 2 натуральных логарифма Единицы Досчитываем 4 Натуральный логарифм Единицы Равен нулю Значит, второе слагаемое За нулицей И остается Минус 2 натуральных логарифма 3 Это ответ При вычислении Определенного интеграла Может также применяться Формула интегрирования По частям Для того, чтобы Проинтегрировать По частям Необходимо Подинтегральное выражение Разбить на 2 Сомножителя У ДВ Вычислить интеграл От 0 до π И х квадрат Косинус Х ДХ Интеграл Относится К группе интегралов Берущихся По частям Разбиваем Подинтегральное выражение На сомножители За у Обозначим Х плюс 2 Тогда оставшийся множитель Косинус Х ДХ Это будет дифференциал Функции В ДВ Равно Косинус ДХ Для того, чтобы Применить формулу Нужно найти Недостающие данные То есть Найти ДУ Дифференциал функции У И найти функцию В Дифференциал функции У Находится Производная От Х Плюс 2 Умножить На дифференциал Независимой Переменной ДХ Производная От Х Плюс 2 Единица То есть ДУ Будет Равно ДХ И находим Функцию В Так как Мы знаем Дифференциал Этой функции То есть Знаем Производную Этой функции Нужно Выполнить Действие Обратное Действие Дифференцирования То есть Найти Первообразную От Косинус Х ДХ То есть Находим Неопределенный Интеграл От Косинус Х ДХ При этом Считаем Что Константа С Будет Равна Ноль Интеграл От Косинус Х Равен Синус Х Применяем Формулу Подставляем В правую Часть Формулы Найденные Выражения У Это Х Плюс 2 В Это Синус Х Не забыли Пределы Интегрирования Они здесь Остаются Теми же 0 П Минус Интеграл В Синус Х ДУ ДХ Пределы 0 П Первое Слагаемое Можно Подставить Пределы Интегрирования То есть Уже Применить Формулу Ньютона Лебница Подставляем Вместо Переменной Х П Плюс 2 Умножить На Синус П Минус Нижний Предел Интегрирования В скобках Получили 2 Умножить На Синус Нуля Интеграл От Синуса Х Является Табличным Интегралом Равен Минус Косинус Х С учетом Минуса Стоящего Перед Интегралом Получаем Плюс Косинус Х От Нуля До П Так Первый Скобках Досчитываем Синус П Табличное Значение Ноль Синус Нуля Тоже Табличное Значение Тоже Ноль То есть Первая Скобка У нас Занулится Подставляем Во второе Слагаемое Верхний Предел Косинус П Минус Нижний Предел Косинус Нуля Два Табличных Значения Косинус П Равен Минус Единице Косинус Нуля Равен Единице То есть Ответом Будет Являться Минус Дальше Мы рассмотрим Некоторые Приложения Определенного Интеграла Это Вычисление Площади Плоской Фигуры И Нахождение Объема Тела Вращения Вычислить Площадь Фигуры Ограниченной Линиями У У Равен У Равен У Равен Равен У Равен 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 Восемь Уравнение Можно Разделить На Два Х Квадрат Равно Четырем Откуда Получаем Два Значения Х Х Один Равно Два Х Два Равно Минус Два Для того Чтобы построить Эту Фигуру Для каждого Уравнения Составим Таблицу Значений Функции То есть Найдем Возьмем Некоторые Значения Х Для Которые Будем Находить Значения У Графиком Первого Уравнения У Равно Х Квадрат Минус 6 Является Парабола Любую Параболу Можно построить По Трем Точкам Первое Возьмем Значение Х Равное Нулю Тогда У Будет Равно Минус 6 Второе Значение Возьмем Х Равное 2 Тогда У Будет Равно Минус 2 И Возьмем Х Равное Минус 2 Х Также Будет Равно Минус 2 Такую же Таблицу Составим Для второго Уравнения У Равно 2 Минус Х Квадрат Х У Возьмем Х Равное 0 У Будет Равно 2 Х Равно 2 У Будет Равно Минус 2 И Х Минус 2 У Также Будет Равно Минус 2 То есть Графиком Тоже Будет Являться Парабола Строим Эти Параболы Наносим Точки Первой Линии 0 Минус 6 Дальше Точка 2 Минус 2 И Точка Минус 2 Минус 2 Через Эти Точки Проводим Параболу Уравнение У Равно Х Квадрат Минус 6 Нанесем Точки Второй Параболы 0 2 Ну и Также Точки 2 Минус 2 Минус 2 Строим Вторую Параболу Ее Уравнение У Равно 2 Минус Х Квадрат Чтобы найти Площадь Воспользуемся Формулой Где У 2 От Х В этой Формуле Уравнение Кривой Которая Ограничена Площадь Сверху У 1 От Х Это Уравнение Кривой Которая Ограничена Эта Площадь Сверху Составляем Интеграл Так как Вся площадь У нас Расположена На отрезке От Минус 2 До 2 Это Будут Пределы Интегрирования От Минус 2 До 2 Сверху Эта Фигура Ограничена Параболой С уравнением У Равно 2 Минус Х Квадрат Под Интеграл Подставляем 2 Минус Х Квадрат И Минус Внизу Эта Площадь Ограничена Параболой С уравнением У Равно Х Квадрат Минус 6 Под Интеграл Подставляем Х Квадрат Минус 6 По Д Дальше Выполняем Элементарные Преобразования Раскрываем Скобки Приводим Подобные Интеграл От Минус 2 До 2 Раскрываем Скобки 2 Минус Минус 6 То есть 2 Плюс 6 8 Минус Х Квадрат Минус Х Квадрат Минус 2 Х Квадрат Получили Вот Такую Подинтегральную Функцию Дальше Вспоминаем Свойства Определенного Интеграла Интеграл От Разности Будет Равен Разности Интегралов Не забываем Что Константы Выносятся За знак Определенного Интеграла Первый Интеграл 8 Интеграл От Минус 2 До 2 Под Интегралом Остается dx Минус Второй Интеграл Двойку Вынесли За знак Интеграла Под Интегралом Осталась Функция Х Квадрат dx Пределы От Минус 2 До 2 2 Два Табличных Интеграла Первый Интеграл Равен Х Пределы От Минус 2 До 2 Минус Второй Интеграл Равен Х В кубе Деленное На 3 Пределы От Минус 2 До 2 Применяем Формулу Ньютона Лебница Подставляем Верхний Предел Интегрирования В первое Слагаемое 16 Дальше Минус Подставляем Нижний Предел Интегрирования Минус 2 8 На Минус 2 Минус 16 И с учетом Минуса По формуле Ньютона Лебница Получаем Плюс 16 Минус Во второе Слагаемое Подставили Верхний Предел Интегрирования 2 В третьей Степени 8 Умножить На 2 16 Третьих И подставляем Нижний Предел Интегрирования Минус 2 В третьей Степени Минус 8 Умножить На 2 Минус 16 Третьих С учетом Минуса По формуле Ньютона Лебница Получили Плюс 16 Третьих Досчитываем Первая Скобка 32 Минус Вторая Скобка 32 Третьих Приводим К общему Знаменателю 3 В числителе Получаем 96 Минус 32 То есть 64 Третьих Площадь у нас Вычисляется В квадратных Единицах Единиц В квадрате Это ответ Следующий Пример Это Вычисление Объема Тела Вращения Найти Объем Тела Образованного Вращением Вокруг Оси ОХ Фигуры Ограниченной Линиями Для того Чтобы найти Этот объем Построим Эту фигуру Графиком Первой Линии У Равно Х Третьей Степени Является Кубическая Парабола Которая Проходит Через Точку 0 0 Через Точку 1 1 И Через Точку Минус 1 Минус 1 Графиком Второй Линии Х Равно 1 Является Вертикальная Прямая Которая Проходит Через Единицу По Оси Х Ну и Наконец Последняя Линия У Равно Х Квадрат Это Уравнение Оси Х Получили Криволинейную Трапецию Ограниченную Сверху Графиком Кубической Параболы У Равно Х Третьей Степени Это Криволинейная Трапеция Вращается Вокруг Оси ОХ И Получаем Объемное Тело Тело Вращения Вращаем Вокруг Оси ОХ Так Чтобы найти Объем Полученного Тела Воспользуемся Формулой Где У От Х Это Уравнение Линии Которая Ограничена Это Криволинейная Трапеция Сверху Составляем Интеграл Объем Равен Пи Интеграл Под Интегралом Подставляем Уравнение Кубической Параболы Параболы Кубки В квадрате По ДХ Так Как Криволинейная Трапеция Расположена У нас Основанием Является Отрезок 0 1 Это и будет Пределы Интегрирования 0 1 Возводим В квадрат Получаем Х В шестой Степени ДХ Пределы 0 1 Табличный Интеграл Интеграл От степенной Функции Который Равен Х В седьмой Степени Разделить На 7 От 0 До 1 Ну и Последнее Пользуемся Формулой Ньютона Лейбница В верхний Предел Подставляем Вместо Х 1 Получаем Пи Деленное На 7 Минус Нижний Предел Который Будет Равно 0 То есть Ответ Это Пи Разделить На 7 Объем Вычисляется В кубических Единицах Единиц В кубе Ну и Наконец Последнее До До этого При вычислении Определенного Интеграла Мы считали Что То отрезок Интегрирования Постоянный А под Интегральная Функция Непрерывно Если Нарушается Хотя бы Одно Из этих Двух Условий То Интеграл Называется Несобственным Интегралом Рассмотрим Один Из таких Интегралов Интеграл С бесконечным Нижним И верхним Пределом Интегрирования Такой Интеграл Существует Или Называется Сходящимся Если Существуют Или Сходятся Два Интеграла Интеграл С бесконечным Нижним Пределом Интегрирования И интеграл С бесконечным Верхним Пределом Интегрирования Где С Это Произвольная Точка Оси Ох Для того Чтобы исследовать Этот интеграл Насходимость Разобьем Сумму Двух Интегралов По Точке Х Равно 1 Интеграл От Минус Бесконечности До Единицы Дх Разделить На Х Квадрат Минус 2х Плюс 5 И Плюс Интеграл От Единицы До Бесконечности Дх Разделить На Х Квадрат Минус 2х Плюс 5 Каждый Из этих Интегралов Вычислим По Отдельности Первый Интеграл От Минус Бесконечности До Единицы Дх Разделить На Х Квадрат Минус 2х Плюс 5 Интеграл Не является Табличным Но прежде чем Его вычислять Мы перейдем Все таки К пределу Интегрирования То есть Нижний предел Интегрирования Мы заменим Буквой Б Которая Стремится В минус Бесконечности То есть Будем Вычислять Предел При Б Стремящемся К Минус Бесконечности Интеграл От Б До Единицы Дх Разделить На Х Квадрат Минус 2х Плюс 5 Так Интеграл Не является Табличным Но мы его Сведем К Табличному При помощи Элементарных Преобразований Элементарные Преобразования Это Выделение Полного Квадрата В Знаменателе Выделим В знаменателе Квадрат Разности Квадратом Первого числа Является Х Квадрат Дальше Чтобы получить Формулу Должно Стоять Удвоенное Произведение Первого числа На второе То есть Вторым числом Будет Являться Единица Чтобы получить Формулу Мы прибавляем Квадрат Второго числа Квадрат Единицы Это 1 Но так как У нас Прибавляется Пятерка Значит мы Еще должны Добавить Плюс 4 Первые Три Слагаем В знаменателе И образует Формулу Квадрат Разности Сворачиваем По этой Формуле Предел Интеграла От В До Единицы В Стремится В Минус Бесконечность Д Х Разделить В Знаменателе Получаем Х Минус 1 В Квадрате И Четверку Представим Как 2 В Квадрате Для Того Чтобы Увидеть Что Этот Интеграл Является Табличным Интеграл Табличный Интеграл Который Равен Арктангенс 1 Разделить На 2 Арктангенс Х Х Минус 1 От В До Единицы В Стремится В Плюс Бесконечность Извиняюсь Минус Бесконечность Дальше Применяем Формулу Ньютона Лейбница Подставляем Верхний Предел Минус Нижний Предел Верхний Предел 1 2 Арктангенс 0 Бес Стремится В Минус Бесконечность Минус Нижний Предел 1 2 Арктангенс Б Б Минус 1 Ну и последнее Что осталось Делать Вычислить Предел Полученного Выражения Арктангенс 0 Табличное Значение Равен Единице Если Б Стремится В Минус Бесконечность Выражение Б Минус 1 Также Стремится В Минус Бесконечность Арктангенс Минус Бесконечности Приближается К значению Минус Пи Пополам И получаем Ответ Пи Пополам Число Значит Интеграл Существует То есть Является Сходящимся Интегралом Второй Интеграл От Единицы До Плюс Бесконечности ДХ ДХ Разделить На Х Квадрат Минус 2Х Х Квадрат Минус 2Х Плюс 5 Также Вычисляется Переходом К пределу Лимит Лимит Интеграла От 1 До А Где А Стремится В Плюс Бесконечность ДХ Разделить На Х Квадрат Минус 2Х Плюс 5 Этот Интеграл Уже Вычисляли Только что Воспользуемся Результатом Он будет Равен 1 2 Арктангенс Х Минус 1 От 1 До А А Стремится В Плюс Бесконечность Применяем Формулу Ньютона Либница Подставляем Верхний Предел интегрирования 1 2 Арктангенс А Минус 1 Минус 1 2 Арктангенс 0 А Стремится Плюс Бесконечность И Вычисляем Предел Полученного Выражения А Стремится Плюс Бесконечность Значит Выражение А Минус 1 Тоже будет Стремиться Плюс Бесконечность Арктангенс Плюс Бесконечность Приближается К значению Пи Пополам Арктангенс 0 Нуля Равен Нулю Так Это переписывать Надо Получили Пи на 4 Вернулись К ответу Пи на 4 Пи на 4 Нет Все Переписывать Надо Я там Ошиблась До сих пор При вычислении Определенного Интеграла Мы считали Что Интервал Интегрирования Конечен А подинтегральная Функция Является Непрерывной Если хотя бы Одно из этих Двух условий Нарушается То интеграл Называется Несобственным Интегралом Рассмотрим Один из таких Случаев Вычислить Интеграл От минус Бесконечности До плюс Бесконечности Дх Разделить На х Квадрат Минус 2х Плюс 5 Такой Интеграл Существует Или называется Сходящимся Если Существует Или сходится Интеграл С бесконечным Нижним Пределом Интегрирования И сходится Интеграл С бесконечным Верхним Пределом Интегрирования Где С Произвольная Точка Оси Ох Разобьем Этот Интеграл В сумму По Точке Х Равно 1 От Минус Бесконечности До Единицы Дх Разделить На х Квадрат Минус 2х Плюс 5 Плюс Интеграл От Единицы До Плюс Бесконечности Дх Разделить На х Квадрат Минус 2х Плюс 5 Вычислим Каждый Интеграл По Отдельности Первый интеграл От Минус Бесконечности До Единицы Дх Разделить На Х Квадрат Минус 2х Плюс 5 Интеграл С Бесконечным Нижним Пределом Вычисляется Переходом К Пределу Лимит Интеграла От А До 1 Где А у нас Стремится В минус Бесконечность Дх Разделить На Х Квадрат Минус 2х Плюс 5 Интеграл Не является Табличным Но мы его Сведем К табличному Если Выделим В знаменателе Полный Квадрат Квадрат Разности Выделяем В числителе Дх В знаменателе Чтобы получить Формулу Квадрат Разности Нужно Выделить Квадрат Первого Числа Это Х Квадрат Дальше По формуле Уйдет Минус Удвоенное Произведение Первого Числа На второе То есть Вторым Числом Является Единица И нужно Последнее Прибавить Квадрат Второго Числа Квадрат Единицы То есть 1 Так как У нас Прибавляется Пятерка Еще Добавляем Плюс 4 От А До Единицы А Стремится В минус Бесконечность Первые Три Слагаемых Образуют Формулу Квадрат Разности Применим Эту Формулу Интеграл От А До Единицы Д Х Разделить В знаменателе Х Минус 1 В Квадрате И Четверку Представим Как 2 В Квадрате Чтобы Увидеть Что Этот Интеграл Является Табличным Интегралом А Стремится В Минус Бесконечность Интеграл Является Табличным Равен 1 2 Арктангенс Х плюс 2 Минус 1 Извините Х Минус 1 Разделить На 2 От А До 1 А Стремится В Минус Бесконечность 1 2 Выносим За Знак Предел Под Интегральную Функцию Подставляем Верхний Предел Минус Нижний Предел То есть Арктангенс Подставляем Верхний Предел Интегрирования Он равен Нулю Арктангенс Нуля 1 Минус 1 Минус Нижний Предел Интегрирования Получили Арктангенс А А Минус 1 Делен На 2 А Стремится В Минус Бесконечность Вычисляем Предел Полученного Выражения Арктангенс Нуля 0 Табличное Значение Если А стремится В минус Бесконечность Выражение А Минус 1 Разделить На 2 Также Будет Стремиться В минус Бесконечность Арктангенс Минус Бесконечность Приближается К значению Минус Пи Пополам Таким образом Получили Минус 0 Минус Минус Пи Пополам Пи Пополам Умножить На 1 Вторая Пи На 4 Получили Число Значит Интеграл Является Сходящимся Интегралом Вычислим Вычислим Второй Интеграл От 1 До плюс Бесконечности dx Разделить На x Квадрат Минус 2x Плюс 5 Вычисляется Также Переходом К пределу От 1 До b Где b Стремится В плюс Бесконечность dx Разделить На x Квадрат Минус 2x Плюс 5 Этот Интеграл Мы вычислили Только что Воспользуемся Результатом Он равен 1 Вторая Арктангенс x Минус 1 Деленая На 2 b Стремится В плюс Бесконечность От 1 До b Применяем Формулу Ньютона Лебница Подставляем Верхний Предел Минус Нижний Предел Одну Вторую Также Выносим За знак Предел Получаем Арктангенс b Минус 1 Деленая На 2 Минус Подставляем Нижний Предел Интегрирования 1 Минус 1 0 Пополам Тоже 0 Получили Арктангенс 0 b Стремится В плюс Бесконечность И последнее Вычисляем Предел Полученного Выражения Если b Стремится В плюс Бесконечность Выражение b Минус 1 Разделить На 2 Также Будет Стремиться В плюс Бесконечность Арктангенс Плюс Бесконечность Приближается К значению π Пополам Арктангенс 0 Как уже Говорилось свыше Равен 0 То есть Получили π На 4 Интеграл Также Является Сходящимся Интегралом Возвращаемся К исходному Примеру Первый Интеграл π На 4 Плюс Второй Интеграл π На 4 То есть Получили π Пополам Интеграл Является Сходящимся Интегралом Если Хотя Б Один Из Указанных Интегралов Правой Части Формулы Не Существует Или Предел Равен Бесконечности То Тогда Интеграл Называется Расходящимся Интегралом На этом Наше практическое Занятие Закончено До свидания